Второй месяц лета начнется с нововведений. Депутаты Государственной Думы приняли ряд законов, вступающих в силу с 1 июля. Женщины, которые встали на учет в раннем сроке беременности и находятся в трудной жизненной ситуации, теперь станут получать ежемесячные пособия, а не единовременные, как это было раньше. Новые меры поддержки предусмотрены и для родителей в одиночку воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет. Ежемесячная компенсация вводится также семьям погибших при исполнении сотрудников органов уголовно-исполнительной системы и предудительного исполнения, а также таможни и федеральные противопожарные службы. С 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут зачисляться только на карту МИР. Изменения не затронет тех, кто получает деньги в отделении почты или других организациях без привязанной банковской карты. Ужесточается контроль за оборотом гражданского оружия. Невыполнение требований сотрудников Росгвардии или воспрепятствование его деятельности в сфере надзора за оборотом оружия грозит крупными штрафами. Еще одно нововведение коснулось госслужащих. Теперь им запрещено иметь второе гражданство или постоянный вид на жительство другой страны.